Низкие темпы Северного завоза стали главной темой заседания комиссии по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. И хотя пока условия контракта не нарушены, руководитель профильного департамента Александр Лидер остался крайне недоволен ходом выполнения работ. В ведомстве опасаются, некоторые села просто-напросто могут остаться без дров и топлива. Что касается готовности региона к новому отопительному сезону, то и здесь не все в порядке. Самая плачевная ситуация в Андроме. Работы там ведутся медленно, а трасса на водовод до сих пор не утеплена. Репортаж Ивана Кутенникова. План по северному опережающему завозу в населенные пункты региона на сегодняшний день выполнен на 72%. Однако, следует отметить, что фактический объем завезенных дров, предназначенный для нужд отопления, составляет 4370 метров кубических. Это всего 41% основного объема. Для сравнения, к аналогичному периоду прошлого года в муниципалитеты региона было завезено 85% дров. Как отметила замглавы администрации Заполярного района Надежда Михайлова, в текущем году сменился поставщик, что могло сказаться на темпах завоза. Впрочем, по словам вице-губернатора Нейнского округа Александра Лидера, смена подрядчика не должна влиять на сроки доставки необходимых для жителей региона энергоресурсов. Сроки у всех одинаковые должны быть. Я не думаю, что сроки с прошлого года были изменены. Просто... В общем, это наше правительственное решение, мы должны их довести до конца, и все должны быть потребители с дровами. И по завозу, я так понимаю, что вы идете хуже, чем в прошлом году, поэтому, Александр Александрович, проведите у себя совещание с вами, с вашими субподрядчиками. Все, и по каждому себе совету, конкретно с датами, когда вы будете привозить туда и уголь, и дрова. В целом, по Нейнскому округу степень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду составляет всего лишь порядка 50%. По данным органов местного самоуправления, на 1 августа очень низкая степень готовности котельных, в частности, коммунального хозяйства и муниципальных образований. Из 92 единиц подготовлено для работы в зимних условиях всего 23 котельных. Меньше всего котельных было подготовлено на территории муниципального образования Заполярный район. Из 74 готово к осенне-зимнему отопительному периоду всего 16 котельных. Во время совещания о подготовке к отопительному сезону отчитались и главы муниципальных образований региона. Самая тяжелая ситуация в Амдраме. Исполняющая обязанности главы местной администрации Маргарита Златова рассказала, что работы ведутся медленно, а трасса на водовод до сих пор не утеплена. В прошлом году, когда у нас случилась авария, ее растеклили, сверлили отверстие в пользу живой воды, потом ее закрыли задушками. В этом году были закуплены материалы для ее утепления, но Севережилкомсервис сейчас снизил давление воды в трассе водовода с 9 атмосфер до 5. Давления в системе нет. И когда они попытались давление нормализовать, дали повышенное с 9 до 12 атмосфер. Заглушки помылетали, и поэтому трасса осталась не утеплена. В свою очередь Александр Лидер пообещал разобраться в ситуации. В общей сложности в рамках северного завоза в населенные пункты региона планируется доставить 26 тысяч тонн угля, порядка 10 тысяч тонн дизельного топлива и более 10 тысяч кубометров дров. Иван Кутейников, Игорь Тарасевич, Телеканал Север.